Из норм Конституции, в частности, статья 29, следует, что Российская Федерация, как демократическое правовое государство, позволяет своим гражданам свободно выражать мысли, свое мнение, не опасаясь какого-либо преследования с чьей-либо стороны. Положение статьи 20.3.3 это право фактически нивелирует. 16 августа в советском районном суде Уфы продолжили рассмотрение административного дела лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Напомним, 18 мая на выступлении в башкирской столице Шевчук обратился к зрителям с речью. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. Спасибо! После концерта в отношении музыканта составили административный протокол. Дело о привлечении Юрия Шевчука к ответственности передали в советский районный суд Уфы, который, согласно подведомственности, отправил его в Сдержинский районный суд Санкт-Петербурга, а тот, в свою очередь, вернул его обратно в Башкирию. Адвокат Шевчука просил передать дело на рассмотрение в Санкт-Петербург, где проживает его доверитель. Но судья отказала, а рассмотрение дела перенесли. Музыкант должен был присутствовать на заседании при помощи видеосвязи из зала Питерского суда. Но, сославшись на соблюдение карантина из-за недавнего контакта с больным коронавирусом, Шевчук туда явиться не смог. Однако, по словам представителей МВД, музыкант, несмотря на самоизоляцию, дома вчера не был. На момент прибытия в первой половине дня вчера Шевчук отсутствовал у себя дома по месту служительства. Жена сообщила о том, что он дома отсутствует, соответственно, в данном случае. Нам представитель сотрудников отдела полиции сообщает о том, что разговор происходит с его супругой. Вы озвучиваете, что рапор сотрудника полиции, который следует, что по домофону общался с женским голосом. А каким образом было установлено, что это супруга моего доверителя? Почему именно супруга доверителя? Как было идентифицировано это лицо? Защитник музыканта напомнил о психолингвистической экспертизе, согласно которой в словах Юрия Шевчука нет ничего противозаконного. После этого он попросил приобщить к делу еще одно заключение лингвиста. По мнению эксперта, ознакомившегося с видеозаписью с концерта, в высказываниях музыканта отсутствует негативная информация о российской армии. Также представитель рокера зачитал объяснение самого Шевчука. Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн в любой стране и в любые времена. Выступал против войн в Вьетнаме, Афганистане, Югослове, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, Карабахи, Иракии и так далее. Самое интересное рассмотрение дела по существу в суд с журналистом снимать не позволил. А посмотреть было на что. В зале суда была воспроизведена видеозапись составления протокола на музыканта, сделанная сотрудниками полиции сразу после концерта. На кадрах Шевчук говорил, что никого не дискредитировал. И он уважает наши вооруженные силы, но при этом специальную военную операцию считает ошибкой. Также лидер группы ДДТ сказал, что не собирается отказываться от своих слов, сказанных на концерте в мае. Поскольку вырос в Уфе, где люди принципиальные. Что любопытно, после составления протокола сотрудники полиции попросили музыканта с ними сфотографироваться. Легенда рока им не отказала. Шевчук часто шутил, отчего присутствующие в зале едва сдерживали смех. Изучив материалы дела, стороны сошлись в прениях. Защита настаивала, что доказательства обвинения не выдерживают критики. Юрий Шевчук не виновен. Представитель МВД, в свою очередь, по-прежнему был уверен, что Юрий Шевчук дискредитировал вооруженные силы России. Выслушав их доводы и реплики, судья удалилась в совещательную комнату. В руководстве статьями 29.9, 29.10, 29.11 Кодекс РФ об административных правонарушениях постановил Шевчука Юрия Юлиановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного в части 1 статьи 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в сумме 50 тысяч рублей. Защита Юрия Шевчука не согласилась с решением суда. Адвокаты намерены его обжаловать. Мы с этим постановлением в любом случае не согласны. Мы полагаем, что в деле есть, имелись и доказательства, которые, во-первых, опровергают виновность Юрия Юлиановича, а во-вторых, свидетельствуют о недопустимости практически всех доказательств представленных сотрудниками полиции. Намерены обжаловать решение использовать все правовые средства, которые доступны сейчас у нас.